Харизматичный, начинающий видеоблогер, хочет показать всем сынкам, как нужно играть в Игоре. На его канале вы найдете обзоры, летсплеи, нарезки и другие мощнейшие видосы. Если вы любите игровой контент и юмор, то зайдите в описании и переходите по ссылке. Подписывайтесь, хиканы, а сейчас поехали. Часик, радость, чиферсалады, хиканы. Сегодня у нас в гостях гендерфлидный вертосексуал в очередной раз. И сегодня... Здравствуй, здравствуй, вертолет. Всем привет, дико, например. Как водрость духа. Моя бабушка хочет задать тебе ломовейший вопрос. Итак, поздоровайся со зрителем и с Андреем. Ну, добрый вечер, наверное, и у вас вечер. Да, добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, очень приятно. Мне тоже. Андрюша, вот мы посмотрели видео. Симпатичная, красивая такая девушка. Ну, говорит, что ненавидит мужчин и боится их. В чем эта причина? Мы так и не поняли, в чем причина. Ведь для этого и создан мир, чтобы любить мужчину. Женщину любил, женщину-мужину. Что у нее за причина? Она твоя невеста, да? Нет. Нет? Ну, знаком ты с ней? Нет. Не знаком даже? Я живу в другой стране. Я только по интернету знаком, как и ваш внук. Я знаю ее только по интернету. Понятно. Ну, так и не поняли мы, что с ней, что за причина. Ну, он, наверное, не совсем с тобой честен до конца. Может быть, знаешь, ты говоришь, что это твоя невеста, а он говорит нет. Но ты же понимаешь, что, допустим, есть беременные женщины, да? Они ходят, и в любом случае она что-то родит, да? То есть, в любом случае что-то получится. То есть, сейчас вот идет эта беременность. То есть, может быть, что-нибудь в перспективе, да и получится. Просто Андрей Лукавин. Ах, ты хитрец. Ну, пожалуйста, пожалуйста, вертолет. Пожалуйста. Ну, про невесту, ладно. Не будем, не будем загадывать, действительно. Пути Купидона неисповедимы. А насчет ненависти, просто понимаете, она закончила университет в Москве, потом училась в США, и, в принципе, она просто нахваталась всякой идеологией, по которой... То есть, это не ее мысли, это просто такая идеология современного феминизма, что мужчины во всем виноваты, даже если ничего не сделали. Поэтому если вот я мужчина, вот внук ваш тоже мужчина, и вот просто потому, что мы мужчины, мы в чем-то виноваты, и нас нужно ненавидеть. То есть, вот так вот говорит ее идеология, и поэтому она эти слова просто повторяет для своих школьниц, которые ее смотрят. Ей кажется, все мужчины такие вредные, что только вред они делают. Добро они не делают. У нее так сложилось такое мнение о мужчинах, что мужчины это враги. Да, да, она считает мужчин врагами. При том, что она говорит, что любит своего брата, отца, парень у нее был, но при этом она вот как-то укладывает в голове несколько противоречащих вещей, и вот так и живет. Ба, вот у меня такой вопрос. Как ты думаешь, если Андрей в миру вертолет с ней как-то законнектит, ну, то есть, может быть, возьмет ее в жены, то она изменит свое мнение? Ну, если она согласится пойти в жены, значит, конечно, я думаю, изменить, изменить. Она перестанет ненавидеть. Андрей красивый парень, так что у него... Спасибо, спасибо. В него влюбится, и изменить, конечно. Правильно, так мы все и говорим. Там даже целое сообщество в интернете создают, где, сказать, Андрей езжай к ней, ну, он же как настоящий мужчина, мачо, мачизм, и все такое. Маскулин, маскулинный молодой человек. Пусть он едет и добивается, например, как настоящий мужчина. Может быть, она растает, и вся дурь из башки, как говорится. Я думаю, что-то произойдет это. Да. А как ты думаешь, вот та девушка, которую ты посмотрела, она подойдет этому молодому парню? Ну, она красивая, и он красивый, а почему нет? Прислушайся, вертолет, видишь, у бабуля-то уже жизнь за плечами, глаз наметанный. Так что не обманешь, видишь, тебе все... Сообщество говорит, надо действовать, надо брать ноги в руки, билет на куда, где она там живет. В Москву, да, езжать, петь. Как думаешь, вот если я спою какой-нибудь из твоих хитов ей под окном на гитаре, ее сердце растает? Нет, я бы, что лучше не петь, чтобы не закреметь куда-нибудь по административке. Лучше этого не делать. А как ты думаешь, баба, как ему добиться ее расположения? Ой, да кто его знает, как. Говорит, по-разному. По-разному бывает расположение добиваются. Ну, помнишь, ты рассказывала, конечно, как кто-то из твоих ухажеров, ну, почитателей, тебя пытался там взорвать это общежитие. Естественно, мы ничего никого не призываем, это просто был такой вопиющий факт, и мы, конечно же, против этого. Это по молодости было. Это в каких годах, баба? Ой, ну, в каких. Ну, когда молодая была, я бы их посчитать сколько лет. Прошло 60 лет. Прошло. В общем, где-то 50-е, 60-е, вот так где-то. Да, 60-е. Ну, можешь рассказать эту историю так вкратце? Ну, оно ему не интересно. Никак это не интересно, баба. Не, я послушаю с интересом. Может быть, что-нибудь на ус намотаю, так сказать. Да, только без экстремизма, конечно. Ну, парень, буду... Без экстремизма. Влюблен, конечно, а мне он не нравился. Вот он бегал, хотел общежитие, езжал в общежитие, хотел общежитие взорвать вместе, чтобы... И я погибла, и он. А потом, после уже прошло некоторое время, я была замужем, и я встретила его. Он покупал детские вещи какие-то. Он женился, и счастливо живет до сих пор. И говорит, вот дурак был, а. Это ж надо, думал, что весь мир на мне только держится. Оказывается, нашел другую. Не хуже, а лучше. И так вот. Почему ты при людях как-то, ну, пытаешься уйти, уйти, как-то пытаешься абстрагироваться, дистанцироваться, сказать, что нет-нет, Ника, это стадия отрицания? Не знаю, не знаю. Может быть, это та стадия, на которой ты жалеешь, что вложил столько сил в свой интернет-проект. Все, что видят люди, это вообще твои возможные отношения с очень некрасивой феминисткой, потому что она не в моем вкусе. Понимаешь, вот очень обидно. Вот почему никто так не делает, не рисует мемы про меня и про двух пермских студенток? Потому что они симпотные. Почему Ника? Понимаешь, то есть, ну, у меня тоже есть какие-то стандарты. Как я говорил в своем прошлом ролике, то есть, даже у профеминистов есть стандарты качества, и у меня они тоже есть. И поэтому, может быть, я тоже найду получше кого-нибудь. Надеюсь. Извини, от судьбы не уйдешь. От судьбы не уйдешь, да? А мне кажется, вот петь с гитарой под окном не очень. Не очень? Нет, нет. Я бы, мне, например, бы как-то даже противно было, если бы мой молодой человек пел бы. Нет. Я люблю серьезных таких, вот как-то подошел бы посерьезней к ней. А что ты бы имеешь в виду под словом посерьезней? Ну как, ну, просто серьезный парень, как-то по-другому, не ритарой под окном, а как-то вот по-другому подошел. Может быть, я бы прислал ей букет цветов на работу на 8 марта, потому что, как мы знаем, она любит этот праздник. Это получить приятно. Праздник весны и женской красоты Ника любит, поэтому я думаю, ей было бы очень приятно получить коробочку Рафаэла, фоторамку, кружку и шоколадку. Отлично, отлично. А ты знаешь, что в интернете школьницы пишут фанфики, фанфики, знаешь, что это такие истории придуманы, это экстраполяция, продолжение, может, там какие-то отношения, в общем, небольшие рассказы, небольшие рассказывают, пишут. То есть люди уже, все интернет-сообщество говорит, Андрей, давай, а он все равно почему-то не хочет, пытается как-то уйти от судьбы, вот, нерационально он расходует. Еще не время, значит, еще не время. Ну, она ожидает, что придет. Хиканы, если вы хотите, чтобы вертолет с Никсель-Пиксель были вместе, то ставьте классы, подписывайтесь на наш канал, донайте нас по другим. Не ставьте. Что, что? Не ставьте, не ставьте, я не хочу. Ну, в любом случае, ставьте классы, подписывайтесь на наш канал, донайте нас в бобульную пакету, заказывайте рекламу и сигны. Слайка нам, бабуль Слава, до новых встреч, пока. Андрей, пока.